Причем мои личные дети вообще не знают, что я Дедушка Мороз. Если там кто-то высокий, я могу назвать жирафиком. Бывает, забор дохватает. У меня был один случай такой с бородой. Это были не дети. И не всегда получается удобно переодеться. Иногда приходится и в подъезде, и в машине, и на улице буквально, да? Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Здравствуйте. Меня зовут Олег Шарин. Я Дедушка Мороз. Да, верят большинство. Причем мои личные дети вообще не знают, что я Дедушка Мороз. И они верят и ждут подарков. К нам приходит или другой Дед Мороз, или подарки, получается, как бы под елочкой. У меня двое детей младших, 5 и 7 лет, которые еще вот маленькие. Верят, много спрос есть на этот. Вот. Более современное время современные подарки идут. То есть, когда-то появились мобильные телефоны, мы начали их дарить. Но иногда обескураживают подарочки. Очень часто животных дарят. В том году мы котенка дарили. До этого и хомячков, и рыбок, и черепашат, и муравьев каких-то. Вот. Полный животный мир. То есть, вот такие подарки остаются всегда в велосипеде. Вот. Ну и что-то современное добавляется. Один раз мы дарили письмо девочке. Было написано. Что-то 20 тетрадок в клеточку. Очень любила учиться, видимо. Вот. Поэтому все разное, конечно, бывает. Карьера моя началась в 95-м году, Дед Мороз. Ты очень часто в этот год бывал на благотворительных каких-то елках. Там, по линии милосердия. То есть, это больницы, реабилитационные центры. Может быть, и хорошо, что тогда я увидел вот этих разных детей в первый год своей Дедморозской карьеры. И, конечно, запомнилось, да, что и детки, которым в этот момент не очень комфортно. И все равно вот их лучезарные глаза, их желание как бы обнять Дедушку Мороза. В этот же год мы попали в какой-то ортопедический центр был. Ну, детки немножко с опорно-двигательной системой не в порядке у них было. И мама с девочкой была на ручках. А у меня в мешке были различные подарки, которые новогодние герои, и Снегурочка, и Стамарохи раздавали тогда. И в этот же мешочек я положил, как бы, я был достаточно молод тогда еще. 20 лет, наверное, мне было. И у меня была младшая сестра еще школьница. И в этот же мешок я где-то приобрел, положил ей мягкую игрушку. Просто ее порадовать, там тоже подарить подарок. Вот. И когда Снегурочки из мешка доставали подарки, они эту вот достаточно крупную игрушку, которая выделялась среди всех остальных призов и подарков, подарили вот этой маленькой девочке. Вот. Ну, у меня была, конечно, некая растерянность. Какая-то секунда была, сожаление. Но увидев, как мама отреагировала, как ребенок, они были просто в шоке. Та девочка прямо, она и не могла бегать. Она на ручках была у мамы. И это просто было счастье. Наблюдать это, их счастливые глаза и радость вот в это мгновение. Ну, вы знаете, вот многие тоже коллеги рассказывают, что там бывает забор, дохватает. У меня был один случай такой с бородой. Вот. И это было не так давно, может, лет пять назад. И это были не дети. Это были взрослые в одном из заведений. Вот. И достаточно как бы такого возраста, там, ну, 50 плюс. Веселая очень компания женщина, отмечающая праздник. Вот именно они вот так вот попробовали поступить с дедом. Ну, правда, не отвалилось. Все было нормально. Ну, уже как-то привычно к этому. Своим долгом чувствуешь, если есть желающие тебя увидеть, то ты должен к ним обязательно прийти. Вот эти все дни, они, хоть и загружены, они пролетают очень быстро на какой-то атмосфере. праздника. Приятно просто быть в центре компании, в центре внимания, быть главным персонажем. Когда это уже когда-то получилось, уже от этого ты отказаться не можешь. Ну, есть такие желающие, конечно, но это, конечно, непрофессионально. Ну, лично нам это просто некогда делать. И опять же, понимаете, тут эффект вау должен быть. То есть он какой-то короткий. Дед Мороз 20-30 минут с играми, со всеми, с песнями, со всеми делами. А потом уже людям это как бы надоедать начинает. И ребенок, если находиться очень долго, он начинает уже видеть в тебе какие-то черты, разглядывать человеческие, и подозрение какое-то зарождается. То есть здесь как бы вот это вот молниеносно. Это шли, все, всех порадовали, всех удивили, всех одарили и исчезли. И вроде желание еще какое-то осталось, а как бы оно переносится на следующий год. И поэтому ждут целый год, чтобы вновь встретиться с Дедушкой Морозом. У нас такое было. Тройка глохла один сезон вообще все время. Некогда было разобраться, в чем дело. Ну, как-то успевали. То есть как-то успевали, как-то заводили и все равно приезжали. Да, опаздывали, но это все равно цейк нот. Это все равно какие-то опоздания. От этого не избежать. Ну, просто спокойнее к этому относиться, что-то быстро придумывать. Ну, так как начиналась моя карьера с детьми, казалось, что мне проще с детьми. Сейчас это абсолютно не имеет никакого значения, потому что твоя задача на взрослых – это превратить их в детей. Чтобы они поверили и захотели с тобой играть. Многие верят, потому что, ну, лично, наверное, моя какая-то фишечка, как Дед Мороз на взрослых. Я всегда их ласково называю. То есть они у меня все зайчата, снежинки, звездочки. Если там кто-то высокий, могу назвать жирафиком. Кто-то с лысиной ежиком. Вот. И это вызывает какой-то смех коллег. И те, кто с ним находится рядом. И разряжают очень обстановку. И они начинают верить в праздник. Там не столики на корпоративе, а сугробики. Вот. И так далее. Ну, Дед Мороз летом как бы отсутствует. Он у себя в избушке ждет наступления Нового года. Но что касается Олега Шарина, ну, я работаю в одном нашем Оренбургском крупном лагере. Вот. Заместителем директора по воспитательной и оргмассовой работе. Работаю весь год, собственно, с детьми. Да. И в свое время очень много вел мероприятий. И до сих пор имею к ним, к мероприятиям, к играм, к детям прямое отношение. С 2008 года почти каждый год я бываю в Ханты-Мансийске в городе, где проходит Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Это замечательное событие в плане профессиональном, где можно поделиться опытом со своими коллегами, просто пообщаться, посмотреть на других, что-то подчеркнуть. Ну, и по итогам съезда вручают там лучших Деда Мороза, Снегурочки, номинантов там различным по игровым программам, взрослым, детским. И посчастливилось мне победить в 2011 году, стать лучшим Дедом Морозом Всероссийского фестиваля в Ханты-Мансийске. Там и детское жюри еще есть. Вот мне повезло, что совпало мнение детского жюри и взрослого. И я тогда стал, так скажем, дважды лучшим Дедом Морозом в один год, потому что нечасто такие совпадения бывают. Это жарко, да. Ну, достаточно плотный график, и не всегда получается удобно, то есть, как бы, чтобы перевоплотиться, переодеться. Это иногда приходится и в подъезде, и в машине, и на улице буквально, да, потому что заранее ты тоже это сделать не можешь. Вот лично у меня маленькие дети, у меня костюм в машине, ледяной костюм, как я его иногда называю, приходится одевать. Вот, пожалуй, вот такие вот, как их назвать, неудобства вот такого плана. Нравится просто радовать людей просто своим присутствием. То есть, вроде бы и магии никакой не совершаешь, и волшебства никакого нет. А ты видишь, как у человека светятся глаза. Вот это больше всего нравится. Уважаемые зрители, замечательный канал ЮТВ. Хочу вам пожелать в этот год по-прежнему верить в чудо, в сказку. И, уважаемые взрослые, становитесь детьми, не стесняйтесь этого. Радуйтесь, уважаемые дети. Делайте так, чтобы ваши родители вами гордились. И тогда у всех все будет хорошо. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова